Участник Крывого клуба знакомств программы «Утроная Ниссия» Илья. Встречаем его в нашей студии. Илья, добрый день. Уже добрый день. Да, друзья, мне хочется вот просто, чтобы вы понимали, кто к нам пришел сегодня в студию. Брат Брэда Пита. Ну, два юрена, как минимум. Да. Илья Иванович Пит. Реально, а вам не говорили, что вы похожи? Действительно, очень похожи? Многие говорят. Многие говорят? Ну, ведь мы не исключением стали. Это одно из плюсов, один из бонусов, если девушка избранница все-таки соизводит. У нас все-таки хочется поговорить о том, чем занимается свободное время и вообще, в принципе, чем. Ну, 30 мая этого года я вернулся с армии. Сейчас обычно по вечерам собираюсь зря. Мы играем там в баскетбол, в футбол, бывает. Отдыхая для себя. А Пит не служил, кстати. Пит не служил, а я служил. И баскетбол на Минго. Да, ракетные войска, стратегическое назначение. Город Саратов. Ух, серьезно? Слушайте, расскажите, ну как вам? Вы год служили же? Да. Расскажите, многие боятся. Ну, сейчас, конечно, они уклоняются. Но, тем не менее, что бы вы могли посоветовать тем, кто от нее как-то пытается? Не бояться. Идти ей служить, в принципе. Для каждого. Каждый мужчина должен отсужить. Тем более, сейчас же акция. Год. Второй подарок. Илья, скажите, ну, а что-то, как армия изменила жизнь? Или ваш характер изменила как-то? Основных, главных качеств я научусь оценить по-настоящему жизни. Каждый момент, вот каждую секунду. И ценить волосы. Да, и ценить волосы. Да, у вас уже отличная, кстати, длина для... Или сейчас уже не... Нет, 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 нет. Не, ну, три года, ну, там, по дебель можно чуть-чуть, это не заметно. Чуть-чуть, если бы, ну, по-божески. Да. Так, какие направления, что бы, чем вы хотели заниматься в будущем, ну, вот уже сейчас, после того, как отдохнуть или там? Ну, в будущем у нас там есть про семейный бизнес, короче, и вот я с сентября начну. Ну, слушайте, хоть какая-то сфера, там, не знаю, это строительство или это кульнарье, может быть, это консалты. Красота и здоровье, грубо говоря. Красота и здоровье. Шикарно, мне кажется. Девушки, вы будете всегда красивы и здоровы, да, более того. Ну, давайте поговорим тогда о вашей избраннице подробнее. Ну, раз вы такой перспективный молодой человек, сколько вам лет? 22. 22. Кого вы ищете в спутнице? Ну, вам похоронят. Она должна быть телеведущей, ходить только в бежевом. Нет, нет, ну, брюнетка ростиком там где-то метр семьдесят. Ну, и чтобы, конечно, было красиво, там, заботливо. Я просто не подхожу метр семьдесят, я не похожу этот кастинг. Черт, черт. До метра семидесяти пяти можно, конечно. Ну, вот, в общем, рост, вес какой-то, да, есть? Нет, вес не надо. Нет, вес не надо. Ну, понятно, стройник, конечно. А, ну, вот, в смысле не надо, вы имеете в виду все-таки какие-то формы. Но по характеру какая-то должна быть? По характеру, ну, чтобы доброе было, заботливое. Умело готовить, я люблю вкусно покушать. Вот, что еще? Главное, чтобы ценило отношения. Это, думаю, самое главное. Ну, у вас были какие-то, вам писала девушка в армии? Или обычно, вот, ну, сколько мы снимали сюжетов, вообще как-то бывает, да? Обычно провожают и очень ждут. Или вы не серьезно, как у вас были? Ну, когда я в армии был, мне, в принципе, никто не ожидал. Ну, друзья в основном, и так, знакомые, все. Девушки не было на такой. То есть, ваше сердце свободное, и наши телезрительницы могут вполне на него претендовать. Спокойно. Абсолютно. Чем удивлять будете вы девушку? Есть какие-то качества, какие-то вещи, которые нравится делать? Ну, там, я не знаю, опять же, мужчины бывают, иногда любят готовить, и девушек, это действительно просто наповал. Ну, готовить я, конечно, на троечку, твердую могу. Как? Девушке уделяем много внимания, сам по себе я лег на подъем. У меня даже есть подруга, Ксюша зовут, она может мне в любой момент позвонить, сказать, пошли туда, туда. Я хоп, собрался, пошел, все. А Ксения как отнесется к тому, что у вас появится вторая половина? Не, ну, Ксения, она как бы подруга лучшая просто. А она просто, вы советуетесь с ней как-нибудь, показываете ей это? Мужчина же должен тоже женский. А вы симпатичны? Мальчик, давай дальше вопросы познакомься. Раскрывай, клуб знакомств, сегодня я убью. Мужики меня втоптали. Все, друзья, 90-20 с пометкой «Остров», пожалуйста, или позвоните по телефону 233-166, брат Брата Пита. Сегодня был у нас в гостях Илья, отчество Валерьевич Пит. Сегодня, ну, я, конечно, зашучу. Ну, действительно, Илья, можете позвонить, парень очарательный. Да, очень хорошее впечатление производит. Пишите, звоните, мы организуем вам, может быть, если не в прямом эфире, то, по крайней мере, вне эфира, мы покажем прекрасное свидание. Как-то, может, будем следить за вашей семьей, дети, все, как-то холодно. В общем, мы взяли вас под карандаш. Продолжение следует...